Есть один слоган, Вилапа Кусиманджали, где Радхарани дает хинк Туласи Манджали «to push Krishna away from the foot painting service». Он не может это сделать. «Пуш him out». Вилапа Кусиманджали стих Дешимати Радика дает, то есть она глазами намекает Туласи Манджари подвинуть Кришну от ее стоп, потому что у него не получается украсть ее стопы красным лаком, чтобы это сделал сама Туласи Манджари. И в этот момент Манджари улыбается. Это выглядит так, как будто она смеется над Кришном. Но потом мы тоже имеем лилы, как Кушамсарова, где гопи говорят, «ah, you are just a gardener». They are really talking to Krishna, mocking words. Мы знаем лилы, в которых подруги Шимати Радики смеются над Кришной, говорят, что ты просто здесь сторож. или, например, когда Кришна играет с Шимати Радикой в кости в игру, Саки могут посмеиваться над Кришной, и говорят, «Нет, Кришна, ты же все время возишься с коровами, поэтому тебе не хватает разума понять эту сложную игру, поэтому уходи». And I want to know clearly if the manjaris never using mocking words. This is only what сакхис are doing. Manjaris never speak mocking words. This is my question. That's very good. И теперь Городжан спрашивает, я хочу точно понять, могут ли манджари в этой ситуации иногда смеяться над Кришной или нет? Нужно посмотреть на саму игру. В данном случае, в этом стихе, который мы только что прочли, 76 стих, там другая игра, другая ситуация. А когда Кришна расписывает красным лаком стопа Шиматардики, это другая игра, другая ситуация. Игра в кости — третья игра. А когда Саки говорят Кришне, ты в аномалии, ты лишь просто садовник здесь, в смысле сторож здесь. Это другая игра. игра. Это разные игры, и у них разный смысл, глубокий смысл. мокий, мокий, сэр, мокий, сэр, мокий, Продолжение следует... То есть в разных ситуациях, в разных играх это может выглядеть все по-разному. Например, когда Кришна встречается с Шимати Радикой, и на стороне Кришны есть его друзья, и на стороне Шимати Радики есть его подруги, тогда между ними возникает обмен шутками. И в этот момент, подруги Шимати Радики, ее girlfriends и Манжари, в этом случае, не могут использовать мокс. То есть в этой ситуации, в этом случае, Манжари тоже может быть на стороне Шимати Радика и мокс, как fight. Это моя вопрос. Если Манжарис также participает в мокс, или только Саки делает это, то вопрос Гуруда не отвечает. Ну, я вижу! Из-за ценности! Я так понимаю, что… Ну, я чувствую роль, это… Не знаю, в нем, знает, что… В это, в лила, вы уже говорили, что когда Свармати, с которой Манжари, в этой ситуации, с реальной стороны, с ней leanет, с ней пуская, с ней пуская, с ней рекоменда, с ней просто перекиню, с ней в ней призывая, клюнуть, then manjaris will use the mocking words but on their own like you know like it's a flow other and also some manjaris have this seva to have little sharp comments you know parakya comments some manjaris even have in their sarup this is their seva to increase with the words a little bit but other feeling what came to me is also depending on the wave of the peak so in this lila I feel it's very very sensitive and very very about some emotional peak is about to happen and that moment if you make a mocking you can tip over the peak and lila will not happen as Swamini likes you know so manjaris have to mock in a way that lila will happen according to Swamini desire that is my feeling can I translate? so in this Горчандрову игре, когда встречаются две стороны, Кришна с своими друзьями, Шимати Радика с своими подругами. Он спрашивает, могут ли в этом случае Манджаре Шимати Радики тоже вступить в эту битву и тоже посмеиваться над Кришной. Он сказал, для меня нет ответа, я не знаю согласно тому, что я сейчас услышал. В этот момент Гопика начал объяснять, что если Шимати Радика хочет и просит, дает, то есть намек Рупи Манджаре, Рати Манджаре, поступить определенным образом они поступят, как например, когда она дает им глазами намек, то есть указывать, что надо Кришну пододвинуть, они ее пододвигают и сами начинают расписывать ее стопы. Или если она скажет пошутить над ним, они пошутят над ним, но это не их собственное желание, это ее желание. Но что касается конкретной данной игры, которую мы только что прочли, когда Тулуси называют его Арору, вот в этой игре Гопика говорит, это настолько вот эта лила, эта встреча настолько чувствительная, Шимати Радика хочет поднять счастье Кришны до вершины. И это настолько всеутонченно, что вмешиваться в это нельзя. И поэтому Шимати Радика не одобряет смех Тулуси над Кришной. Это слишком чувствительно. Вот, в данном случае. И стоит все путешествия. и, по-другому, и, по-другому, саказирует. Это жаркий, и, по-другому. И, по-другому, Есть одна игра, в которой Тулси Манджари хочет красить столпы шиматерадики алтой, красным лаком. В этот момент Кришна был настолько взволнован от прикосновения к кисточкой к стопам шиматерадики, что у него не получалось выполнить это служение. И в этот момент Тулси Манджари, она немножко похихикивает над Кришной и отталкивает его мягко от стоп шиматерадики. Почему? Потому что в этот момент Радика хотел, чтобы Хари отошел от Тулси Манджари, потому что он не мог выполнить это служение. И она гордится этим, тем, что она могла Кришну мягко так оттолкнуть. Но вот эта лила, которую мы сегодня читали, она очень интимная. И чтобы понять все чувства, что там происходит, нужно совершать баджин. И когда она говорит, что она говорит, что когда происходит очень близкие сокровенные лилы между Радой и Моханом, то есть их встречи, в этот момент Манджари служат их любви тихо, неслышно, незаметно, чтобы никак не помешать их настроениям, их взаимной любви. И только, как говорит Гурдев, как в Камагайтре это объясняется, когда она зовет, тогда Манджари приходит. Камагайтре очень глубокая мантра. Когда она не может что-то сделать, то есть Шимати Радика что-то не может сделать, тогда она зовет Манджари. И то, что в Камагайтре 24,5 слога означает, что 12 слогов это Радика, 12 слогов это Кришна и половинка это Манджари. Как вы? Пришли гости и Гурдев приветствует. В Камагайтре 24,5 слога. В Камагайтре 24,5 слога, 12 слогов это Радика, 12 слогов это Кришна, а вот эта половинка, так сказать, сладостная неполнота, это Манджари. И хотя говорят, что Камагайтре это мантра Кришны, тем не менее, там не только Кришна, там и Радха, и Манджари. Радха, Кришна и Манджари. Радха, Кришна и Манджари. Кришна и Мантре, Маха праву Мантра, Маха праву Глайти, Радха Мантра, Радха Глайти. Свети Мантра, кто знает? Радха Мантра. Он скажет, что там Рада Мантра? Да. И мы можем петь в утренанах шоку? Он попросил шоку? Да. Да. у меня еще один вопрос остался последний можно простите меня little question да вот рада чиран и вот гаврачандра может быть по тексту найдете это страница знаешь комментарии и нижние нижний абзац там тулуси стоит возле с вами не смотрит на искусное служение на горы и плавает в океане вот эту строчку зачитали 76 стих да и это в конце комментария нет это середина самая середина это конец страницы вот первый комментария я держу прежде всего английский вариант перед собой кто сейчас как только ты начнешь говорить об этом чтобы попросить прочесть это я хочу найти это в том же абзаце где который начинается то есть зовет с вами не варору нет выше вы берите выше да и там как бы не на не абзаца там по тексту смотри кришна жаждет разу и поэтому он служит маха бхави рады рады я нашел это место раз а раджа шри кришна из гриди фораса вере форки серс маха бхава я прочел на английском это предложение написано что раз а раджа шри кришна жаждет раз и поэтому он служит маха бхави хорошо а ради кришна раз а ра-раджа то есть кришна он раса ра-раджа то есть кришна он то есть это Кришна. Другое его имя, то есть царь среди наслаждающихся, лучший среди наслаждающихся. Это Кришна. Почему же он поклоняется, а почему он жаждет расы? И вот эта раса, которую он жаждет, это Махабхава. Поэтому он расика-шекхар, лучший среди наслаждающихся. Он расавай-сага, то есть лучший среди наслаждающихся расы. Потому что он хочет быть с расой, он поклоняется расе. И эта раса, к которой он поклоняется, с которой он хочет быть, это Махабхава. А Махабхава – это имя Радхи. И Махабхава Шри Рада – это раса-сар, то есть она у озера расы, сладостного вкуса. То есть это такое у озера, в котором всегда, которое все равно полно расой, из которого она вытекает, втекает в Шья Макунду. 24 часа 7 дней в неделю раса из Рада-кунды перетекает в Шья Макунду. 24 часа 7 дней в неделю, и все равно он не удовлетворен. Шья Макунда никогда не переполняется. Вы никогда не увидели, что Шья Макунда была бы наводнена, чтобы она была бы переполнена. Вот как на этой фотографии, два озера вместе. Слева это Рада-кунда, справа Шья Макунда. Шья Макунда немножко ниже. В этом вода из Рада-кунды перетекает в Шья Макунду. И Рада-кунда это Раса Сара, озеро расы. И поэтому Шья Макунда сам наполнен расой, которая вытекает из Рада-кунды. Шья Макунда. И поскольку он хочет, жаждет расы, он поклоняется Махабхаве, источнику расы. Ещё одно предложение у меня. Ещё одну строчку, баба. Рада-чиран, давай вот пойдём по тексту. Ещё одно предложение. Позвольте. То есть мы дойдём к нашей гуру Дэви, до Тулуси. Хорошо. Можно я на русском читаю, а ты как раз подберёшь по-разному. You will read in Russian, and I will read in English. Хорошо. Да, и вот такая картина, да, это та же самая Рада, да, вот эта, и Манджери, да, Тулуси. Тулуси стоит в Варору, в Варору. Тулуси стоит возле сваминии Варору и смотрит на искусное служение, на величайшее искусное служение, и служанка плывёт в океане этой расы. Тулуси just stands where close to Варору, watching Награ's expert service and floating in ocean of Rasa. Да, и взглядом, дальше, следующее предложение, вот момент, который мне, ну, хотелось бы услышать этот Гуру Дева. Ту взглядом, взглядом наша с вами, это удивительно, да, счастливая, опьянённая в Варору, она говорит, Тулуси, А Кришна, да, что там делает Кришна? Кришна её украшает. Украшает, что он как бы её сэву взял. И тогда с вами не говорит, ну, что же ты думаешь? Что теперь, тебе нечего делать? Может быть, тебе нечего. Да, и Тулуси отвечает. Тулуси, aren't you doing anything? Sorry, my English has put, I don't know, can you read this sentence? Тулуси. Тулуси, Yeah, I know. So Krishna, in the situation, is serving Radharani, decorating her, and Tулуси saying, with her glances, to Radharani, oh, you found someone, who really nicely decorates you. We have to do anything now? Just let us see this situation and being in notion of Rasa. I forget to say that before that, Radharani also with the eyes telling to Tulasi, are you doing anything here right now? Asking with the eyes, you have nothing to do here? До этого буквально, Шимати Радика посмотрела на Тулуси и спросила взглядом, а тебе нечем заняться? У тебя нет никаких дел? Only talking with the eyes. Они разговаривают лишь глазами, лишь взглядами. Если мы здесь посмотрим на Свамини, тогда океан Расы войдет в наше сердце. И это наша Сидасарупа, совершенно духовное тело, наша Сварупа, вечная форма. Это было в слоге. Мы должны установить наш Сваруп в нашем Сиддадеха чтобы увидеть, мой Савамни, что мы всегда живем в океан Расы. И чтобы жить в океане Расы, которую здесь упомянут, нужно полностью сосредоточиться на своем вечном духовном образе в служении Материка, на своей Сварупе. И тогда мы можем вступить в наши реализации больше и больше и идти в этот период и благодаря своему духовному, вечному духовному телу мы сможем войти в эту игру и обрести свой собственный духовный опыт, наш вечный духовный опыт. Мы войдем в него. И тогда мы увидим, что случится. Прочти дальше. Симанджария спрашивает, у тебя же появился такой прекрасный слуга, который так хорошо тебя украшает. Нужно ли нам в это вмешиваться? Хорошо. With a blink of her eyes Swami tells to Lassie Aren't you doing anything? Просто лишь небольшим взглядом щемать ради как спрашивает у тебя нечем заняться? So Lassie replies with her glances. And who отличается взглядом сламини? You found a good vector right now. I was serving I was serving you but today your lover want to serve and one thing and one thing you have to know that Singar is also Krishna. I am going here as a manjari to decorating you to remind you Krishna but the decorator Singar is doing to you Singar Krishna is doing your Singar because he is the Singar he is the Singar he is the king to I am doing to remind your Krishna because he is the Singar he is the Обычно я украшаю тебя различными украшениями, чтобы напомнить тебе Твою Кришну, которые есть Твою Лучшую Кришну, но сегодня сам олицетворённый украшение украшает тебя. Тут есть одно предложение Ширидов чуть ниже. Я уже прочёл, пожалуйста, послушайте его ещё раз. Сейчас нет никаких препятствий к Шрингарарасе, то есть к этому наслаждению украшением. Кришна, олицетворение эротического, духовного эротического вкуса. Шрингара совершает своё Шрингаро, то есть Твоё Шрингаро. Шрингаро объясняет, что когда я украшаю Тебя, то есть совершаю Твой Шрингаро, то я лишь напоминаю Тебе о Нём, о Твоём лучшем Шрингаре, Твоём лучшем украшении, то есть Кришна Твоё лучшее украшение, но сейчас Твоё лучшее украшение лично здесь присутствует. Зачем же мне что-то делать? То есть Шрингаро расе, то есть вот этой расе украшения, то есть в этом наслаждении украшение, или по-другому любовной расе, Кришна сейчас украшает Тебя. Он Твоё лучшее украшение, и Он Тебя украшает. Это работа от Манжари, чтобы помнить Тебя, чтобы помнить Тебя, чтобы помнить Тебя, я помню Тебя, чтобы помнить Тебя украшения, чтобы помнить Тебя, чтобы помнить Тебя, потому что Кришна любит Тебя. Я украшаю теперь, например, серёжками, потому что Кришна любит Твои серёжки. Я украшаю Тебя ожерельем, вешаю Тебя ожерелье на шею, чтобы напомнить Тебе, как Он обнимает Тебя за шею своими руками. Но сейчас это олицетворённое украшение прямо перед Тобой. Он сам всё это делает. Это надо переварить, а это надо переварить. Спасибо тебе, Радачиран. У нас сейчас пришли гости из России. Здорово. Что, когда хочешь, чтобы вы встали, чтобы вас увидели? Да-да, покажите, что. Рады, рады. Рады, рады. Рады вас видеть. Рады, рады. Рады, рады. Рады, рады. Рады, рады. 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 Городев говорит мне, с вами по-русски поговорите. Кришна Дас Прабу нам экскурсию проводит, соответственно мы вот первый раз здесь в гостях и очень приятно конечно атмосфера такая любовная чувствуется вот а вы где живете? Мы сейчас живем в Краснодарском крае, в Ильском. Такое поселение, где очень много вайшнавов. Гошала? С Гошалой, да? Да, есть Гошала, здесь вообще изначально последователи Тарсунова жили, очень много бак. Такое развитое сообщество, я в школе работаю учителем. Здесь храм Панчитатвы. Панчитатва красивая. У нас сейчас, да, продолжается по рикрама, по храмам, но я с огромной радостью еще бы посетил, пообщаться бы еще с преданными, с вашим Городевом. Так, хорошо. Как раз сегодня вы ее получили милость, сегодня день ее явления, поэтому особенный день можно помолиться. Городев как представитель Джахна Виматы этой линии, очень такой шанс сегодня хороший. Ваши духовные желания, так сказать, выпустить и передать. Чтобы еще больше расцвели. А что сегодня за день явления? Чей день явления? Еще раз не слышу. Джахна Виматы. Джахна Виматы, супруга Господа Нитянанды, Нитянанда Шакти. Как раз вот наше мнение, которое Городев принадлежит, очень вам повезло, совпало так все. Она сегодня, ну как, любой день явления очень, Вайшнав это, да, это личность духовная, очень милостива в день своего явления. И вы как раз у его представителя, у ее представителя находитесь. Рады, рады. Спасибо большое, что рассказали. Да, действительно, мы поняли, что не просто так, но Кришна. Милостиво. Спасибо. Удачи вам на вашем путешествии в дальнейшем. А как правильно благословение просить у вашего Городева? Ну, по имени, может быть, обратиться или еще как-то. Как это делается обычно? Ну, Городев, он очень простой. И он не любит вот этот чрезмерный этикет, да, который создает дистанцию. Поэтому просто своими словами, вот, что в сердце у вас есть, какие духовные желания, попросите его как представителя, да, Джахнови Маты, да, этой линии. Просто вот своими словами, мне кажется, так лучше. Зовут, да, Городева зовут Шрила Саду Махарадж. Шрила? Да. Шрила Саду Махарадж. Шрила Саду Махарадж. Спасибо. Мои поклоны. Рады-рады. 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 Ну, все, надо закрыть зум, Говинда Махини. Махарадж, как бы, общение закончено, да. Спасибо всем. Жаба не сделает. Рады-рады. Рады-рады. Рамани приезд, да. Рады-рады. 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 снова освободился у нас был по плану 46 стих но мы до него так не дошли не я думаю сегодня не стоит рада тиран давай в этой волне поплавай можем продолжить по этому стиху хотя там столько сказано махараджи сказал надо переварить он остановился он сказал вот он обращаюсь ко мне что только тогда может у других средних есть вопросы а да 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 пожалуйста рада говиндейс requested not to come to next verse what this was in the plan because time not left not so much it's better to stop on this verse